доброе утро друзья у меня тут светули был же день флориста буквально на днях и вот такие хризантемки в честь этого события не доходили у меня до них руки дня три поэтому только сейчас нормально адекватно их обрезала ободрала лишнюю листву чтобы прям вот напились постояли подольше надеюсь они не успели совсем пересохнуть за эти три дня здесь у нас лошадки керамическая не керамическое бетонное сердце дом пэтсона кстати в доме пэтсона небольшое прибавление появились цыплята и курочки с гнездами это кстати не старая хрюшка это новая то хрюшку попросили отправить в москву я радостно ухрюкала и в итоге вот новая хрюшка которую надо будет покрасить руки до нее пока еще так и не дошли потому что целыми днями зависаю где-то в лесах полях на природах вот там вот пока лето пока погода позволяет поэтому пока это порося стоит не крашеная здесь вот курочка цыплятки мюклы повсюду жизнь кипит давайте я вам покажу небольшой прогресс по кухне что поменялось с прошлого влога стены покрашены положим ламинат фартук сделан потолок натяжной пять точных светильников и люстра с подвесами также доделали два подоконника и как один подоконник одну ступеньку и привели в порядок стол это освещение с подвесами и это освещение светильники пока еще не решили портал или дверь будет вопрос пока открыт классно было бы поменять кстати вот эту часть дверки на зеркальную ну не на зеркальную как она на стеклянную давайте посмотрим поближе что и что а пока здесь стою сейчас покажу вам как будут просто смотреться светильники сейчас атак то есть принципе освещение достаточно в любом случае плюс будет подсветка на самой кухне мне очень нравится как получился стол он покупался в белом доме на правом берегу в отделе бани лестницы перила все такое стоил он 3000 рублей и мы его довели вот до такого вида это конечно не икея при сборке возникают какие-то щели дырки и так далее поэтому после того как собирается основная часть необходимо все эти дырки зашпаклевать загрунтовать все такое привести реально божеский вид и дальше ножка была покрашена в белый потому что в кухне три по сути ведущих цвета это серый дерево и белый она перекликается и с радиатором и с окнами и с фартуком и в дальнейшем со стульями и столешница деревянная и чтобы поддержать тему дерева я приняла решение сделать деревянный подоконник это мебельный щит просто обычный мебельный щит из магазина распиленный до по нужной форме и пролаченный подоконник и ступенька все это вместе поддерживает такое вот трио дальнейшем еще столешница кухни будет закосом под дерево мне очень нравится вот это вот сочетание этот уголочек он безумно уютный получился и вот эта люстра она очень проста по своей форме то есть это всего лишь три прозрачных провода с матовыми стаканчиками и стеклянными простыми как они называются господи уже все плафонами но выглядит она очень просто очень актуально и хорошо вообще поддерживает тему какой-то воздушности в помещении оставили кстати потолке нишу под карниз который тут уже висит и будет свисать одна декоративная шторина закрывающая вот эту серую трубу трубы да я красила под цвет стен и считаю это решение очень удачным что случилось что такое ой-ой-ой пять точечных светильников и хорошо что все пять были сделаны потому что стоял вопрос а не сделать и 4 нет 4 было бы мало поэтому пять точечных светильников очень даже удачно сюда вписались на одинаковом расстоянии друг от друга и дают нормальное количество освещения вот сам фарточек и кот кот тебе нравится ламинат точно такой же как на балконе и вообще получается так что образуется некое единое пространство балкон перетекает кухню и наоборот то есть абсолютно одинаковый цвет стен абсолютно одинаковая стилистика и одинаковый ламинат как бы получается такое сдвоенное помещение и если посмотреть из кухни на балкон да вот как раз и очевиден этот переход ступенька мне безумно нравится супер получилось плинтуса пока еще не заказывали не определились какие они будут потому что необходимо определиться с дверью вот когда дверь будет уже ясна тогда и пойдут вход плинтуса дверь пришлось додалбливать потому что они уменьшали строители при постройке дома проем при помощи извините говна и веток и это приходилось убирать до начала плиты поэтому дверной проем вышел достаточно большой 90 сантиметров что ли потолок кстати простой матовый просто матовый потолок он нам стал где-то в 12000 все основные работы по кухне мы делали самостоятельно в основном конечно ваш этим занимался он клал ламинат фартук приводил стены в порядок в принципе я только красила и дизайнерское решение да это тоже вот на мне реализация всего остального это вот его руками единственная разводка электрики это вот мы нанимали мастера потому что ну слишком геморрорно все это штробить и так далее вот водопровод паша сам разводил так что общими усилиями кухня стала выглядеть так доброе утро друзья сейчас покажу вам свой недавний заказ из фаберлик тех топовых средств которые но прям плотно вошли мое какое-то не знаю повседневное использование и которые я заказываю из раза в раз единственное только вот с пудрой немножко другая ситуация но сейчас объясню получше у фаберлика есть замечательная тушь вот такого вот плана выглядит она не вообще сократили линейки туши насколько я поняла по последнему заказу и вот эта тушь она прекрасна только часов через может быть там 16 18 она начинает даже не осыпаться а скорее просто как-то не знаю оставлять под глазами что-то но все остальное время она держится и никуда не уходит с вашего лица и плюс хороший эффект на ресницах мне нравится корректор поверх которого наносится тональный крем или пудра потрясающее масло которое смывает все считать как умывалка и тоник который реально хоть как-то работает против жировиков окна и так далее пудра по текстуре неплохая но для моего тона кожи она желтита она к сожалению только в одном тоне и мне приходится носить ее кисточкой не сильно конечно спасает но но хоть как-то хоть что-то у меня тут уже потихоньку подкрадывается осень початки кукурузы честно украдены из какого-то поля и даже у бенджамина какие-то листочки стали желтеть ну правда конечно в случае бенджамина это говорит скорее о том что фикуса опять что-то не хватает он опять стрессует но будем считать что это легкий намек осени а так конечно надо додать ему какие-то условия которые он хочет очень вредное создание ну кстати так разросся такой теперь хороший полноценный фикус прям так душевненько он на самом деле стал выглядеть похож на дерево и если пересадить его в горшок побольше он и расти будет поболее вас тоже смущает гири на заднем плане ко мне приехала гири прижимает там вот там вот плинтуса ремонт он такой все идет вход приехала всякая милота из москвы спасибо большое марине очень приятно это прям человечек который всегда знает как не поднять настроение максимально эффективно ну и конечно же добавить нотку хюги в мою повседневность что у нас тут есть здесь и две свечки очень нежного такого цвета по 40 часов горения обещает производитель 2 антисептика из bass and body works оттуда же крем боже мой упаковка конечно и вообще подача продукта от этого производителя это всегда прям отдельная какая-то не знаю эстетическая эстетическая феерия здесь у нас свинтус но свинтус кстати сделан нами вот покрашен наконец-таки спустя месяца 4 шоколадки и вот это вот мелочевка это 3d принтер 3d принтер который распечатал вот эту прелесть зачем лепить из примерки зачем что-то там напрягаться купил принтер скачал модель кровать ускакала и пожалуйста разукрашивай разукрашивай делай твори только посмотрите какая это прелесть чего тут только нету и смотрите вот эту детализацию это просто бомба там уже кстати используют 3d принтер для печати человеческих органов медицине или все еще никак по моему тема годная потому что детализация просто волшебная волшебная от самых маленьких книжечек до стаканчиков и детали покрупнее и вот такой книги решила порадовать меня марина в погоне за шляпы от того же автора от которого мой любимый пэтсон и иллюстрации выдержанные в этом же духе тоже книжка про человека в возрасте еще кстати не читала но судя по картинкам нас ждет все тоже уютная деревенская норвежская швейцарская норвежская не помню откуда швейцарская по моему шведская хюгия единственное мне не хватает мюгл их очень мало тут они есть но их очень-очень мало а так конечно этот автор он прекрасен в своих каких-то деталях в иллюстрациях обожаю просто просто обожаю у меня еще на зоне книг 6 наверное свена нуртвиста я занялась рыбалкой да за эти месяцы я прониклась этим занятием купила себе спиннинг штекерный вот и у меня даже было две рыбины один маленький окушок на озере вырка и второй это был галавль на океан окушка отпустила потому что ну что с ним что с ним сделаешь маленький бесполезный один а вот галавль был приготовлен странное это ощущение когда ты сам добываешь себе ужин сам с ним занимаешься сам готовишь но понимаю что например вот если рыбалка еще хоть как-то уписывается в мое мировосприятие потому что ну все таки живое существо то ловишь то какая там охота боже упаси вообще не для меня я от этого конечно очень морально далека а 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 и а а а а Субтитры создавал DimaTorzok